Этот двор на улице Самбурова типичен для Анапы. Он поделен между несколькими собственниками. Там есть жилые дома, есть и коммерческая недвижимость. Как рассказала Оксана Пятибратова, все началось с просьбы соседей построить новый дом на Меже, то есть прямо на границе с участком Пятибратовых. Они возражали, настаивали на отступе, иначе новостройка закроет окна их дома. Через некоторое время Пятибратовы решили отремонтировать кровлю в своей части дома и обустроить чердак. Соседи обратились в муниципальный контроль. Было возбуждено административное дело по факту реконструкции дома без разрешительной документации. Также в документе соседям рекомендовали обратиться в суд, если заявители считают, что их права нарушены. Пятибратовы утверждают, что чинили кровлю и предъявляют ответ из Управления архитектуры, где указано, что на эти цели какого-либо разрешения не требуется. Так или иначе, но весной прошлого года соседи подали иск в суд. Они потребовали уменьшить этажность гаража, а также полностью снести два жилых дома, прилегающих к участку. Впоследствии они потребовали убрать вообще все постройки вдоль межи. К делу подключилось муниципальное управление по делам семьи и детства. В домах прописаны, проживают и являются собственниками пятеро несовершеннолетних. Имущество, в котором они проживают, детям не наносит никакого вреда, не угрожает их жизни и здоровью. Мы настаивали на том, чтобы это имущество оставили детям. На сегодняшний день это единственное их жилье, где они могут, собственно говоря, проживать. Угрозы жизни и здоровью там нет. По факту есть все заключения о том, что там проживать возможно. Условия там для детей созданы. В итоге Анапский городской суд в иске полностью отказал. Соседи обжаловали решение в Краснодарском краевом суде. Семьи ответчиков отправили возражения и ожидали вызова в суд. После майских праздников решили, что пауза затягивается. Заглянули на официальный сайт. Выяснилось, что на краевом уровне уже отменили решение Анапского суда и вынесли новое, по которому все строения, указанные в иске, подлежали сносу. Тогда ответчики обратились на почту за выписками и обнаружили, что судебные уведомления были высланы, как и положено в апреле, но по другому адресу. Не в 114-й, а в 144-й дом по той же улице. Нас не просто удивило, нас просто потрясло до глубины души, собственно говоря, нарушение всех конституционных, процессуальных и гражданских норм и правил. Одно дело, если бы мы просто халатно отнеслись к этому явлению и не явились на суд. Другой вопрос о том, что неизвещение лиц, участвующих в деле, является основанием для отмены решения суда. Никаких извещений не получали и в управлении семьи и детства, хотя для судов извещать о подобных процессах – обязательная практика. Везде, где затрагиваются интересы несовершеннолетних, принимает участие орган опеки. То есть мы там должны были быть, тем более, что в предыдущих процессах мы участие принимали. Юрист Василий Иванов считает, что произошла техническая ошибка. Тем не менее, такой сбой – весомый аргумент уже для касационной инстанции. Это действительно просто ошибка. И именно в связи с ошибкой, не приглашая их в судебное седание, конечно же, это нарушение конституционных прав на представление доказательств и на равноправие с обязательностью данного процесса. Кроме того, юрист рассказала о вновь открывшихся обстоятельствах, которые могут стать основанием для повторного рассмотрения дела в апелляционной инстанции. В 2005 году супруг заявительницы дал письменное согласие, чтобы жилые дома были узаконены. Этот документ в деле абсолютно новый, в суде первой инстанции не фигурировал. Вопреки утверждениям ИСОВ, согласие все-таки было на возведение. Это закреплено в соответствующих документах, на которые сослался. И если он усмотрит эти основания, тогда это дело будет пересмотрено. Тем временем к семьям ответчиков уже приходили приставы. Это говорит о том, что оппоненты получили исполнительный лист. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа, Регина.